Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Смотрите, что у меня тут. Яблоки. Это авокадо. Аплесин. Это с дачи. Такие красивышные. Помидорки. Печеные яблоки. Это тоже наши яблоки. Из маминого сада. Так, еще вот тут у меня размораживается фарш. Сейчас буду делать с ним макароны. Может быть, суп еще что-то сварю. Смотрите. У меня зародилась с утра такая мысль. Я решила избавиться от своих запасов. У меня столько всего полно. И хочу все подъесть. Думаю, на сколько меня хватит. Просто для себя такой эксперимент решила провести. Так что сам процесс приготовления не буду показывать. Но что-то буду показывать. Вот я вытащила капусту, брокколи, макароны. У меня целая пачка фарш. Вот это масло уже надо использовать. Все хочу подчистить. Вот. Потому что морозилка забита. И запасы всякие. Макаронов. Круг полно. Вот насколько меня хватит. Мне просто это стало самой интересным. Я целый день жила с этой мыслью. Потому что на работу тоже взяла то, что у меня оставалось с выходного. С воскресенья. И сегодня пошла в магазин. Даже себе не разрешила ничего купить. Нет. Я хочу поставить такой эксперимент. Насколько мне хватит моих запасов. Потому что реально хочется все уже новое купить. Все использовать. И самой просто интересно. Буду показывать, что интересное, вкусное. Например, будет получаться. Ну вот сейчас вот приготовлю макароны. И может быть суп. Я еще даже не знаю. У меня еще и овощи есть. И картошка, по-моему, там морковь и лук. Вот лук еще. С это красный висит. В общем, покажу потом, что получилось. И так периодически буду показывать. И рассказывать, что у меня еще осталось. И вообще, держу я эксперимент или нет. Но я надеюсь, что хотя бы несколько дней и обойдусь без того, что буду тратить на те же макароны. У меня знаете, сколько пачек. Вот иду в магазин, и мне что-то нравится, я покупаю. Но мне просто реально хочется избавиться от них. И потом поехать в магазин и сделать закупку. И может быть, даже ее вам показать. Но даже точно я вам ее покажу. Так что тратим мои запасы. А потом едем в магазин и покупаем новые запасы. Не удержала. Решила показать вам фарш вот такой. Тут у меня варится со специями, с зеленью, с томатами. Здесь у меня будут макароны вариться еще. Вода пока только-только закипает. Вот что-то такое. Сварю сегодня что-то а-ля итальянское. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Это макароны здесь с фаршем. Тут зелень, томатный соус был. Это буду брать и на работу. Так, вот здесь вот я сготовила овощной пюре-суп. Здесь брокколи, картофель, томаты. У меня оставалось немножко сливок. Сливки добавила и зелень. Так, у меня есть вот на завтра мягкое уже авокадо. Это на завтрак. На десерт печеные яблоки. Яблоки свои, так что вот закончится завтра схожу. Еще возьму очень вкусная вещь. Я делаю без всего. Просто яблочки зимние запекаю. Ну или осенние, не знаю, какие они тут. Очень вкусные. Тут помидоры. Думаю, что на завтрак могу сделать себе яичницу. Яичницу как раз вот с томатами и на булочку сделать авокадо. У меня в холодильнике старый хлеб как раз есть. Ну, такой черствий как раз пойдет. Макароны я все отварила. Положу это сейчас в холодильник. И что-то буду делать. Может запеканку какую-то сделать. Яйцо у меня тоже есть. Так что очень даже пока все нормально. У меня даже молоко в холодильнике есть. Самое главное, что меня смущает, это молочные продукты. Молоко еще есть у меня. Так что все. И у меня еще есть. Так, у меня еще есть вот такой сыр. Так что я живу. У меня есть молочка, самое главное. Ну и масло есть. В принципе, я же пеку. Так что у меня молочная всегда есть. Тут всяких соусов полно. Соевый соус даже еще есть. Это можно вот макароны сделать уже не в итальянском стиле будет, а что-то такое азиатское. Ну, первый день все. И причем это же я не съем за один день. Уж это точно. Все, все отправляю в холодильник. Запаковываю контейнеры. Убираю. Как все закончится, встретимся с вами снова. И я вам расскажу, продолжаю ли я свой эксперимент. Хочу, чтобы все запасы у меня кончились. Чтобы прям, знаете, вот попробую, сколько дней можно продержаться на том, что у тебя есть дома.